Всем здравствуйте. Если бы это был спецкурс, я бы только порадовался, что остались слезы, которым действительно интересно. Но поскольку это обязательный курс, я посочувствую всем остальным. Я надеюсь, что наши с вами встречи на лекциях помогают процессу. Сегодня у нас довольно обширная тема. Я не знаю, сколько мы успеем. Во-первых, я хотел бы спросить. В домашнем задании было как минимум два домашних задания на массивы, то есть на циклический проход памяти. С массивами мы не успели позаниматься на практиками, что-то там времени нам как-то не хватило. И на лекциях они тоже выглядели слегка торопливо. Не было, скажем так, неразрешимых проблем при решении домашних заданий с массивами. Я могу продлить, на самом деле. Просто смотрите, я намеренно ставлю срок следующей лекции, чтобы к лекции были готовы домашние задания. Потому что именно это, ну сколько я не говорю, сколько я тут пальцами не верчу перед камерой, это никакого понимания в ваши пальцы не вобьет. Поэтому я в принципе, если там какие-то тормоза или там что-то такое, я, конечно, могу продлить на денек. Я посидел, покрутил, чтобы на конце разобраться, если можно, на денек. Хорошо, хорошо, хорошо. Не забудьте только мне напомнить об этом, потому что я могу сам пропинать. Ну да, пожалуйста, конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. Я всегда готов идти как бы навстречу в этом смысле. И вообще там надо сделать так, чтобы по истечении срока просто 50% баллов снималось, а задача осталась открытой. Вот. Тогда я буду вредничать и не буду продлевать. Вот. Но пока что она сама самозакрывается, и тут, значит, пока она самозакрывается, значит... Хорошо. И тем не менее, значит, давайте мы посмотрим еще раз на массивы в том виде, в котором они были рассказаны, в принципе, на прошлой лекции, просто ради того, чтобы освежить память. Значит, массивом считается последовательность непрерывно лежащих в памяти данных одинакового типа, а с точки зрения языка, ассемблера и машинных кодов просто одинакового размера, ну, потому что тип этих данных мы интерпретируем сами. Вот. А вот размер у них должен быть одинаковый. Если нам хватит времени, в чем я лично сомневаюсь, потому что идем мы не быстро, то мы дойдем в этом модуле до моделирования сложных структур данных, типа там вот структур вси, вот этого всего, таблиц, не массивов. Таблица — это массивы ссылок, вот, массивы адресов. Если дойдем, то мы увидим, что массив может быть размером и не одна ячейка, а, скажем, там, две, четыре, сколько хотите. Вот. Доступ к массиву, к элементу массива очень просто устроен, потому что мы можем просто взять начальный адрес, прибавить к нему индекс, умноженный на размер одного элемента, и тем самым посчитать, да, вот. Это, кстати, приводит к тому, что если мы работаем с целочисленными массивами, то у нас, как правило, дайте я сделаю погромче, у нас, как правило, прибавляется туда четыре. Да, довольно типичная, довольно типичная конструкция, прибавить четыре к индексу массива, потому что размер одного машинного слова четыре байта, и следующее целое число в массиве лежит со смещением четыре, восемь, шестнадцать, ну и так дальше. Вот. Собственно, для того, чтобы доступ к элементу массива происходит очень просто, мы используем косвенную адресацию, то есть у нас адрес лежит в регистре, а данные, с которыми работаем, это обозначается в языке ассемблера, обозначается круглыми скобочками, а данные, с которыми мы работаем, лежат по тому адресу, который лежит в регистре. Напоминаю, что в некоторых других архитектурах есть, например, двойная косвенная адресация. Это когда у вас в регистре лежит адрес того места, где лежит адрес того места, где лежат данные. Казалось бы, такое извращение, но если подумать, можно себе вообразить ситуацию, когда такое полезно И вот пресловутая таблица, а именно массив ссылок на данные Когда у нас данные все разного размера, а нам хочется засунуть их в массив Что мы можем сделать? Сделать массив адресов, а сами данные расположать как получится И вот этот массив адресов потребует двойной космической адресации для того, чтобы одной командой куда-то залезать Но нет, в MIPS такого нет, потому что, напоминаю, MIPS это архитектура риск А в архитектуре риск мы должны ограничиваться только командами, которые выполняются по возможности вообще за один раз За один оборот, за один такт процессора Это, конечно, неправда насчет одного такта, мы это увидим, но факт остается фактом Двойная космическая адресация, это значит, мы два раза лазим в память, а два раза лазить в память Это очень медленно с точки зрения идеологии риска архитектуры Память вообще медленное устройство Такие дела Последнее, о чем я напоминаю, что есть такая специальная как бы псевдоинструкция LA Которая в точности совпадает с инструкцией LE Фактически ею является Она не как бы, она псевдоинструкция Раскрывается она, эта псевдоинструкция LA, в ту же самую LUI и ORI для того, чтобы добить туда адрес И отличается I от A только тем, только семантикой, только тем, как мы истолкуем программу на языке ассемблера LE говорит нам о том, что программист захотел загрузить в регистр просто число А LA говорит о том, что он туда захотелось загрузить адрес Вот и все В остальном, эти инструкции полностью эквивалентны Это указание для нас, что речь идет об адресах Чтобы не ошибиться Ну, собственно, работа с массивами у нас будет продолжаться Потому что иначе неинтересно Так что я больше на этой теме не заостряюсь Я думаю, что практика вас вылечит Вот У кого еще есть на этот счет какие-то страдания А сейчас немножко бла-бла про то, зачем нужны подпрограммы Они же функции, они же процедуры, они же не знаю, как еще можно назвать Ну, на самом деле, совершенно очевидно, зачем нужны подпрограммы Потому что есть принцип Написал один раз, используешь много раз Это какой-то подпрограммы, это какой-то кусок кода Который в течение работы нашей программы и основной Может выполняться много раз Ну, собственно, ничем не отличается от функций в том же питончике В смысле использования Вот Есть, на самом деле, два подхода Я здесь это не написал Потому что мы будем отдельно разговаривать про подход Второй Есть первый подход Это обеспечить возможность Поскольку у нас программа написанная на языке ассемблера Она такая, в столбик линейная Обеспечить возможность переходить куда-то, а потом возвращаться обратно Второй подход Это копипаста Ctrl-V, Ctrl-C Если мы в языке ассемблера обеспечим возможность какой-то автоматической копипасты То мы тоже решим этот вопрос Мы берем, определяем такую большую копипасту Она называется макросом или макрокомандой Если у вас был C или, по крайней мере, какие-то начатки То вы знаете, что в C есть препроцессор, который обрабатывает макрокоманды Там есть слово define Вот В C++ вроде как define использовать нехорошо Вот Ну и, соответственно Способ Ctrl-V, Ctrl-C нам еще понадобится Но не сейчас Вот Сейчас мы поговорим именно про аппаратную реализацию Возможности Перейти куда-то, а главное потом вернуться обратно Собственно, вся проблема в этом вернуться обратно Как сделать jump, мы и так знаем Вот Для чего может быть использован вот этот самый код reuse? Для чего может быть использован повторный Когда бывает нужно повторное использование кода? Во-первых, конечно, всевозможные подзадачи 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 вывода данных так, как мы хотим Подзадачи обработки Массивов данных, сортировка какая-нибудь Какой-нибудь математической, архитматической функции Вот это все может вызываться часто-часто в вашей программе Желательно, чтобы код, который выполняется Для того, чтобы эту подзадачу решить Был один и тот же С гарантией Вторая хитрость состоит в том, что Было бы очень неплохо разделить Вот этот код, который, допустим, вычисляет Ну, не знаю, там Площадь пятиугольника И параметры этого пятиугольника Чтобы в том месте, где вы вычисляете площадь пятиугольника Не было проблем Не было конкретных, прибитых гвоздями Параметров этого пятиугольника То есть мы оформляем наш повторно использованный код Таким образом, чтобы он был параметризирован Здравствуйте Вот, чтобы он был параметризирован То есть сам код работает с произвольными параметрами А мы эти параметры этому коду передаем В одном случае это будет маленький пятиугольник В другом большой, ну и так дальше Ну или любая, скажем, тригонометрическая функция Синус какой-нибудь Уже есть параметр, да? Вот хотелось бы оформлять наш исходный код таким образом Чтобы тело под программы Было рассчитано на то, что ей могут передать любые допустимые параметры А вызов под программы был устроен таким образом, чтобы мы эти параметры туда подставляли Опять же, ничего нового по отношению к тому, как мы пишем вызов функции в любом языке программирования высокого уровня нету Просто с точки зрения языка ассемблера, как вы понимаете, это некоторая задача Как придумать так, чтобы можно было написать под программу Ну, в ту же тему разделение интерфейса и реализация Ну, в том смысле, что в вашей основной программе будет написано Вычислить синус Как вычислять синус? Вы можете даже не знать Реализацию этой под программы Можете писать не вы Вы можете воспользоваться, например, библиотекой под программ В которой есть синус, в которой есть сортировка Что мы, собственно, и делаем, когда пишем на плюс-плюс Все эти требования накладываются на специфику машинного кода Например, на то, что у нас, в общем, ограниченное число регистров Это значит, что мы должны договориться о том, как используются регистры внутри под программы Чтобы не вышло так, что мы взяли, положили данные в регистр, ну, допустим, Т5 Вызвали под программу, вернулись из нее, а в Т5 уже лежит какой-то шлаг Значит, надо договориться, что какие-то регистры при вызове не трогаются Ну, Т, кстати, трогаются, сейчас об этом поговорим Вот Точно так же надо договориться, как передаются программе параметры под программе Мы, наверное, не успеем поговорить об этом в полной мере Но, смотрите, если у вас регистров у нас там 32 штуки, из них использовать можно, ну, 20 с чем-то Вот Значит, мы можем выделить какое-то количество регистров, не очень большое Для того, чтобы передавать функции параметры Ну, например, у нас там какие-нибудь операции арифметические или тригонометрические бывают либо унарные, либо бинарные То есть один-два параметра передать мы всегда можем Вот Если это работа с большими числами, то есть с численной двойной точностью Ну, значит, нам понадобится 4 машинных слов Вот в этом был расчет, когда, то есть не так И мы можем договориться, что какое-то количество регистров выделено для того, чтобы передавать параметры в процедуру, в подпрограмму Если же у нас, у нашей подпрограммы параметров 100-500 А так часто бывает в сложных моделях Вот, кто когда писал на Java или на плюс-плюсе какой-нибудь интерфейс Вы можете представить там метод и 15 параметров у него Всяких Конечно, регистров на них не напасешься И надо придумывать другую конвенцию Которая будет выглядеть, скорее всего, так Мы куда-то в память положим все эти параметры А функции передадим адрес места в память Вот, значит, такая же фигня с возвращаемым значением Если функция возвращает значение одинарной или даже двойной точности Отлично, мы можем придумать для этого регистры Если функция возвращает целый блок данных Скорее всего, она будет возвращать адрес Ну и размер этого блока данных Как мы говорили в прошлый раз Адрес и размер этого достаточно А что сверх того, то от лукавого То есть, что сверх того, то пускай лежит внутри этого блока данных Такие дела То есть, я это к тому, что нам понадобится Некая договоренность Конвенция Относительно того, как именно Мы используем регистры Передаем параметры Получаем возвращаемые значения С точки зрения автокода С точки зрения языка ассемблера Подпрограмма это штука Которая просто является частью вашего кода Да, у нас есть как бы написанный в столбик код Вот часть из него это подпрограмма Она устроена таким образом Что ее можно выполнять больше, чем один раз И от этого никто не страдает Ну, например, в ней нету каких-то вещей Которые там потребляют память Или что-то делают вот такое Что делать неизвестное число раз вредно Вот Подпрограмма Поскольку она лежит где-то отдельно в нашем коде Мы на нее перепрыгиваем с помощью специальной команды jump Она специальная, я сейчас расскажу какая Но главное, мы должны по окончанию По выходу из этой подпрограммы Вернуться в то место, откуда мы на нее перешли И вот это последнее, скорее всего Программным путем не решается вообще То есть мы не можем, зная те команды, которые мы знаем сейчас Как-то предусмотреть вариант Вернуться туда, откуда пришли Если бы Помните, у меня спрашивали Правда, кажется, это было на семинаре Поэтому, наверное, я лучше покажу Меня спрашивали, что такое PC Programmed Counter Вот, регистр PC Вот он тут в Марсе Показывается вот здесь справа внизу Вот он Ну, тут, понятно, некоторым не видно совсем Но, верьте, он там есть И что, когда мы открываем первую попавшуюся программу И пытаемся ее запустить Каждый раз, когда мы делаем шаг Вон, видите Там сейчас 40 тысяч C Я сделаю очередной шаг Будет 40 тысяч 10 Следующий шаг 40 тысяч 14 Это адрес следующей исполняемой инструкции Той, которая еще не выполнена Program Counter Так вот, если бы этот регистр PC Program Counter Был нам доступен как обычный регистр Мы бы могли к нему обратиться То, наверное, вся вот эта вот ерунда Перейти, а потом перейти обратно Она бы могла решаться вообще Безо всякой аппаратной поддержки Смотрите, что мы делаем Мы берем, сохраняем регистр PC В какой-то специальный регистр Переходим, куда хотели В самом конце говорим Так, пожалуйста, вот в этом специальном регистре Есть адрес Перейди, пожалуйста, на этот адрес Значит Это бы привело к тому, что Операция вызова под программой Стала бы вообще не атомарной Сначала что-то куда-то положить А потом куда-то пойти И, кроме того Открою секрет В принципе, операция Переложить что-то из регистров В запасное место Она, в общем, дешевая Ее можно делать параллельно С арифметикой, которую мы выполняем С вычислением адреса перехода Поэтому Разумно сделать Команду Перейти куда-то И одновременно запомнить адрес возврата Разумно сделать ее Атомарной Такая команда есть Она называется Jump and Link Джал Вот Собственно, слово Link Нам как раз И намекает на то Что у нас Обратный переход Будет где-то сохранен Вот Значит И у нас есть Два вида команд Перейти Вида Jump and Link Либо мы Это команда типа И, либо это команда Типа На которую вы переходите Точно так же Как мы использовали косвенную адресацию Когда работали с массивами Только Люди щурятся Давайте еще погромче сделаю Вот Значит Джал Значит Киперрегистр Это тот самый регистр В который сохраняется адрес Для обратного перехода В действительности Сохраняется следующий адрес То есть Той инструкции Которая будет выполнена После нашей Но это В общем Небольшая разница А адрес регистр Собственно Где лежит адрес На котором мы хотим перейти Но В силу некоторых соображений Про которые сейчас расскажу Вполне допустимо И чаще всего В подавляющем большинстве случаев Используется команда Типа И У которой Вместо большого адреса Лежит смещение перехода И оно лежит непосредственно В инструкции Помните Команда типа И У них Последние 16 битов Или первые Первые 16 битов От 0 до 15 От 0 до 15 Это небольшое целое число Которое В случае Если мы Работаем с Данными Трактуется Как небольшое целое число А вот Если мы работаем С адресами Помните С переходами Команда Б Типа Б Это команды Типа И А у них В качестве Адреса Используется Смещение в словах Относительно Текущей инструкции Точнее Относительно следующей Потому что Прибавление Прибавление 4 Всегда происходит Так вот Здесь та же самая Картина В команде Jump and link Собственно Которую мы и будем Использовать В подавляющем Большинстве случаев Мы указываем Смещение Относительно Текущего места Смещение Назад Смещение Вперед Вот Мы помним Что там 16 битов Мы помним Что еще 2 бита Экономятся За счет того Что адрес Инструкции Всегда кратен 4 И поэтому Они просто Эти два нолика Дописываются Справа И получается У нас 18 битов То есть Для того Чтобы Написать Программу Где команда Jump and link С относительной Адресацией Не сработает Нам понадобится 2 в 18 Инструкции Нет 2 все-таки Инструкции Нам понадобится 2 в 16 Все равно Много 65 тысяч С половиной Многовато Мы столько Не напишем Никогда Компилятор Может написать Кстати Но компилятору Как раз Можно И в случаях Так называемого Дальнего прыжка Он прям так И называется Farjump Использовать Вот эту команду А не вот эту Кстати сказать В C Уж не знаю Дойдем мы до этого Или нет В следующем модуле Есть прямо Специальная функция Которая называется Farjump Которая предназначена Ровно для этого Потому что C Это такой Язык программирования Это такой хороший Очень самый лучший В мире Ассемблер На самом деле Ну да ладно Это мы забегаем Вперед Обратите внимание Что в команде Jumping Link Традиционно Вообще не указывается Тот самый Киперрегистр Потому что Мы всегда используем Один и тот же регистр Для указания Адреса возврата Это регистр РА Который имеет Номер 31 Это последний Из доступных РА Регистр адреса Так он и называется Он же Он же Р31 И в этом Пожалуй Еще одна Небольшое Вспомоществование Со стороны Системы команд На самом деле Довольно глупо Использовать Разные регистры В качестве Адреса возврата Мы потом Сами запутаемся И соглашение Нас поддерживает Давайте мы Используем 31 регистр И только его Вот Сходим туда Сходим обратно Соответственно Возвращение Возврат из функции Будет выполняться Просто с помощью Функции GR Это Jump Регистр Вот Я не удивлюсь Если они есть Еще и условные Но что-то я не видел Такого В любом случае GR Это означает Перейти По адресу Который лежит В регистре Каком-то там Ну Обычно Всегда РА Вот вам пример Неправильно Написанной Под программы Неправильно Потому что Она Не соблюдает Конвенции Ну Поскольку мы Эти конвенции Еще не использовали Не определили То Вот Значит Вот вам пример Слегка неправильно Написанной Под программы Который вычисляет Что там Неравенство треугольника Проверяет Да Значит Смотрите Оно проверяет Неравенство треугольника И в регистре Т0 Возвращает Единичку Если Неравенство треугольника Выполняется И нолик Если оно не выполняется Помните Неравенство треугольника Что сумма Двух сторон Любых Должна быть Больше Третий Вот Давайте посмотрим Как это делается Сначала мы Значит Да Напоминаю Что это Плохая Негодная Программа Под программой Потому что Она не выполняет Договоренности Сейчас я вам покажу Хорошую Годную Но идея Негодяй в Т0 нолик. Если же ни одна из этих условных переходов не произошла, то есть неравенство треугольника выполнено, мы загружаем в Т0 единичку, возвращаемся из-под программы, и в этом месте у нас в Т0 лежит единичка в случае, если неравенство треугольника выполнено, и нолик, если оно не выполнено. Такие дела. Вопросы по этому есть? Да. Отличный вопрос. Мы об этом сегодня поговорим. Я точно об этом не забуду, это есть в планах. Что такая аппаратная штука, какую проблему решает? Она решает проблему, а, да, соответственно, как было сейчас замечено с места, но я сейчас озвучу более простую проблему. Мы обязаны не трогать регистр РА, когда мы здесь работаем, да, вот он должен вот здесь вот быть таким же, каким он был, когда мы его здесь заполнили вот этой командой Jumping Link. Во-вторых, команда Jumping Link запоминает в регистр РА следующую ячейку, то есть мы сначала вычисляем адрес следующей ячейки, потом его запоминаем. Это просто такая особенность архитектуры. Вот. То есть, когда мы возвращаемся, мы уже возвращаемся туда, откуда нам надо продолжать работу. Кстати, мы можем здесь подменить адрес возврата. Вот. Это будет некоторая хитрость, и так иногда делают, но мы так делать не будем. Вот. Вот. Ну, собственно, и вот. Значит, что у нас решает введенные эти инструкции? У нас вызов под программой теперь атомарный. Мы взяли и одновременно запомнили адрес возврата и перешли. Да, Jumping Link делает оба этих действия. Вот. И, как и требовалось по условию, мы можем из любого места нашей программы перейти в нашу подпрограмму. И, кстати, сказать, мы можем сказать jira.ra, то есть перейти обратно, вернуться из-под программы, вообще говоря, из любого места под программы. Совершенно не обязательно. Вот эта штука должна стоять в конце. Мы вполне могли взять и где-то посередине вставить тоже такой jira. Почему бы и нет? Докуда дошли, такой код и выполнили. Да? Обмазать это каким-то условными переходами и там... Ну, короче, вариантов много. Совершенно не обязательно. Это должно стоять в конце. Точно так же, как в ваших функциях, но на высоковольных языках, return не обязан быть один и в конце функции. Что может быть сколько угодно return. Такие дела. Значит, как было уже сказано, что мы не... Какую проблему мы не решили. Мы не решили проблему последующих вызовов из данной подпрограммы и вызовов рекурсивных, когда подпрограмму вызывает сама себя. Вот. Как было правильно, опять-таки, замечено, нам нужно куда-то девать этот регистр RA, прежде чем вызвать следующий jump-in-link. А потом его оттуда вспомнить. Еще мы не определили никаких конвенций, мы не определили, какие регистры у нас считаются временными, какие считаются статическими, мы не определили, через что передаются параметры и так дальше. Но это как раз просто сделать. Мы помним, что на самом деле у нас есть такая конвенция, что регистры T0, T9 временные, и мы не вправе ожидать, что после возврата из подпрограммы они останутся неизменными. То есть мы сходили в подпрограмму, эта подпрограмма использовала какие-то регистры из вида T, вот, и, соответственно, когда мы оттуда вернулись, мы считаем, что в любом регистре T лежит мусор. Программа должна сохранять содержимое регистров вида S, их там 8 штук. То есть мы можем положить в любой регистр S что-то, вызвать подпрограмму, а потом надеяться, что в этом регистре S это что-то лежит. Каким вот образом это достигается, мы сейчас посмотрим. В регистрах A0, A3 лежат параметры функции, а в регистр V0, V1 возвращаемое значение. Наша простейшая конвенция о концевых процедурах, а это именно концевая процедура, именно потому, что она ничего из себя не вызывает, на этом, собственно, заканчивается. На самом деле настоящие конвенции промышленные, они там содержат десятки требований. Ну, реально десятки. Сейчас мы увидим еще одну тупую простую конвенцию, их там будет уже больше 10 требований. Вот. Значит, когда мы оформляем подпрограмму согласно этим требованиям, мы точно знаем, что она концевая, потому что мы ничего не говорим про использование R. И в нашей конвенции строго ограничено, что именно R используется для вызова и возврата, чтобы потом не мучиться. Обратите внимание, что никаких запретов на модификацию памяти эта конвенция не вносит. Это означает, что в терминах какого-нибудь Вирта, если кто когда изучал Паскаль, например, и вы помните, что в Паскале есть отдельно функции, отдельно процедуры, и что функции не имеют права возбуждать так называемый побочный эффект, изменять какие-то переменные, а процедуры имеют. Вот это все как глубокая теория, не имеющая отношения к системе команд, подавляющую большинство архитектур. Потому что, понятное дело, что разделять функции и процедуры мы не можем так, ну, разве что искусственно, да, и в наших конвенциях ничего не сказано про то, что мы делаем с памятью. Скорее всего, с памятью мы что-то делаем. Вот вам, пожалуйста, тот же самый код, только на этот раз оформленный в соответствии конвенции. А именно, параметры передаются через регистры вида А. Три штуки. 0.1.2. Возвращаемое значение передается через регистр В0. И поскольку В0 это такая вещь тоже вполне себе временная, поскольку возврат из подпрограммы, скорее всего, модифицирует нам В0, то наш код должен запасти то возвращаемое значение, которое вернуло нам подпрограмму трюк, куда-нибудь, ну, например, в регистр статический С1. Например. То есть, как видите, с точки зрения логики, и даже с точки зрения того, какие инструкции мы используем, не изменилось ничего. Изменилось только соглашение по использованию регистров. И вот здесь вот мы подумали о том, что поскольку регистр В0, он такой вот изменяемый, то неплохо бы куда-нибудь вот это возвращаемое значение прямо на автомате сохранить. Вызвал функцию «сохрани значение». Повторяю, мы не решили проблему с вложенными вызовами и с рекурсивными вызовами, собственно. Скажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что функция всегда будет в конце? Нет, опять-таки, нам никто не запрещает функции делать в начале, в середине, где угодно. Ваша задача сделать так, чтобы вы вот сюда вот не пришли случайно пешком, выполняя инструкции подряд. Например, как бы поставить его в конце, а перед ним поставить конец программы. Есть другой вариант, мы про него будем говорить чуть позже, когда все процедуры и функции располагаются в начале, а компилятору указывается так называемый entry point, точка входа. Мы говорим, вот это вот код функций, а выполнять надо вот отсюда начать. Не с 40 тысяч, ну да, 44 нуля, да, а с какого-то другого места. Мы про это будем говорить чуть позже, когда будем говорить про то, как решать последнюю проблему, которую я еще не озвучил и которую мы не решили, и сегодня мы про это говорить даже не будем, про то, как ее решать. А проблема стоит в следующем. Предположим, у вас есть какая-то функция, процедура, и в ней есть метка not. Она называется not. Ну, так называется. Вы должны всегда помнить, что слово not у вас уже зарезервировано и относится оно вот к этому адресу в вашем коде. Если вы внезапно внутри своей основной программы используете метку not, возникнет просто ошибка. Вам компилятор скажет, у вас два места помечены одной и той же меткой. Это вроде бы никаких проблем. Я же пишу программу, я могу запомнить, какие там метки были. Но есть небольшая проблема в ситуации, которую, собственно, мы собирались решить. Мы-то что собирались решить? Мы собирались решить по требам повторного использования. Это значит, что может так случиться, что тело функции пишет один человек, а пользуется другой. И тогда мы, вообще говоря, не знаем, не прочтя исходный код, какие метки внутри функции использовались. Ну, просто, ну вот, нам сначала нужно все прочесть, а потом только что-то делать. Эту проблему можно решить двумя способами. Первый способ научить ассемблер различать какие-то пространства имен, как в языках высокого уровня. То есть мы говорим, вот здесь начинается функция, и поэтому все метки, они только внутри функции локальные, а если мы эту метку будем вызывать из основной программы, то мы ничего не увидим. Вот. А здесь, наоборот, код основной программы и все метки, которые в ней, они внутри функции недоступны вообще. Это требует усложнения кода самого транслятора языка ассемблера и некоторого дополнительной сущности, которой в действительности не существует совсем. Мы помним, что метки это просто замены адресам, а адреса в памяти всегда одинаковые. То есть мы будем вводить некий высокий уровень, более высокий уровень, который, в принципе, нас, скажем так, затуманит нам мышление на автокоде, мышление на языке ассемблера. Поэтому так обычно не делается. Хотя нет, делается и так тоже в некоторых ассемблерах. Вот. Есть еще один вариант, но он довольно непростой. Он для нас с вами не подходит, он подходит для компиляторов, для таких трансляторов языков программирования, которые языка, например, C делают язык ассемблера. Ведь компилятор C же не генерирует сразу машинные коды, он сначала генерирует ассемблер, а потом ассемблер уже превращается в машинный код. Так вот, мы можем использовать относительную адресацию внутри функции. Вообще только относительную. Завести какой-то специальный регистр и все операции перехода делать вида вот такого, GR, относительно этого регистра. Другого какого-то специального. Вот. Код при этом будет довольно мутный на ассемблере, понятно, да? Тут мы пишем перейти на такую-то метку, а тут мы пишем положить метку в регистр, перейти. И будет работать медленнее, понятно, да? То есть у нас будет целая операция пересылки, даже две. Вы помните, что операция типа LA или LAI, если там большое целое, а адрес это почти всегда большое целое, она разбивается на две. Ну, короче, медленно будет работать. Ну, медленно, в смысле, в три раза больше инструкции. Вот. Есть еще третий вариант, с которым мы познакомимся позже. Это разделять на разные файлы и сказать ассемблеру, что внутри каждого файла свой собственный неймспейс. Но это будет чуть позже. То есть пока эту проблему мы повесим, да? Проблема, напоминаю, состоит в том, что мы можем случайно использовать одни и те же имена в качестве меток в разных местах своей программы, особенно если не все мы пишем. Вот. Ну и пускай она пока висит. Решим ее. Прежде чем подумать о том, как нам решить вопрос с последовательным вызовом процедуры друг из друга, давайте вообще поговорим про такую штуку, которая называется стэк. Стэк вообще такая абстракция, которая last in, first out. То есть мы что-то куда-то запихиваем, а потом это оттуда вынимаем. Есть даже такая шутка, что как бы есть же автоматический аппаратный преобразователь стэка в очередь, он называется автомат Калашникова. То есть мы запихиваем вот так вот, и магазин — это стэк. Запихнули, если бы мы оттуда вынимали, то мы бы оттуда вынули в обратном порядке. А когда мы стреляем очередями, да, то мы превращаем в другую абстракцию, которая first in, first out, то бишь в очередь. Вот. Значит, мы берем какое-то место в памяти, непонятно какое, и организуем доступ к этой памяти следующим образом. Мы туда можем поэлементно добавлять наши данные по одной штуке, и это называется положить на вершину стэка. И мы можем оттуда их снимать, то есть забирать с вершины стэка и как бы то, что там последнее лежит, то, что у нас last in. Вообще говоря, нам еще захочется подглядывать на эту вершину стэка, то есть смотреть, что там лежит, но не снимать ничего оттуда, а только подглядывать. Но это уже как бы дополнение, потому что мы всегда можем снять, посмотреть, положить обратно. При этом память стэковая считается бесконечной в этой абстракции, то есть можем сколько угодно положить, сколько угодно снять. Вот. А в случае, когда у нас это не только абстракция, но и какая-то реализация, может наступить ситуация переполнения нашего стэка, когда мы набили туда столько значений, что больше туда они не влезают, и что-то надо делать. Вот. И в обоих случаях, и в случаях абсолютно абстрактного подхода, и в случаях подхода конкретного, есть понятие опустошения стэка. Когда мы пытаемся снять с вершины стэка, а в нем нет ничего. Да? Вот. Ну, то есть вот мы положили первое значение, положили второе, положили третье, сняли третье, сняли второе, сняли первое, сняли еще одно, а там нету ничего. Вот. Я думаю, что на этом можно рассказ про стэк закончить, потому что что-то такое вам должны были объяснять на том же питончике, например. Операция положить в стэк называется push, операция снять со стэка называется pop, это такая довольно общая терминология, вот, хотя конкретно в ассемблере MIPS этих операций нету. Точнее, нету таких инструкций. Мы сейчас это посмотрим. Какими свойствами должен обладать стэк? Во-первых, у стэка должно быть, все элементы стэка так же, как элементы массива, одинаковый размер. Мы можем придумать стэк, который хранит элементы разного размера, но тогда он должен хранить еще и размер. И вся работа с этой структурой станет непростой. Мы сначала должны прочесть размер, потом прочесть соответствующего размера кусок, этот кусок будет данным, ну, такое. Поэтому, скорее всего, в аппаратно реализованном стэке у вас будет размер одной ячейки стэка совпадать с размером машинного слова. Стэк должен быть достаточно большим, то есть актуально бесконечным. Точнее, актуально полубесконечным, потому что у него есть начало. У нас есть начало того места, куда мы засовываем данные, и мы должны уметь контролировать тот факт, что это начало достигнуто и что оттуда больше вынимать нечего. Но конца у стэка как бы нет. Понятное дело, что это вот такое как бы. Мы не можем организовать оперативную память таким образом, чтобы она была бесконечной. Но он должен быть достаточен для того, чтобы все наши алгоритмы, которые мы собираемся делать на стэке, позволяли хранить на нем все, что нужно. Поэтому я говорю, актуально полубесконечный термин. По-моему, я его сам придумал. И если мы собираемся реализовать стэк аппаратно, у нас должна быть такая сущность, в которой лежит адрес вершины стэка, текущий адрес вершины стэка, вот того самого места, куда мы положили последнее значение. Эта сущность называется стэкпойнтер, и с очень большой вероятностью это будет регистр, потому что с точки зрения MIPS, например, никак по-другому обращаться к памяти мы просто не можем. У нас адрес должен лежать в регистре. Вопрос, как мы должны организовать аппаратно вот эти операции со стэком, это вопрос открытый. В том смысле, что в разных архитектурах он делается по-разному. Допустим, я могу себе вообразить архитектуру, в которой стэка на оперативной памяти либо нету, либо он используется редко, но зато есть, ну не знаю, там 128 регистров, которые используются в качестве стэка, и реально это очень быстрая работа, это очень быстрый стэк, аппаратный стэк с аппаратной маленькой памятью для него, регистровой, это очень быстрая штука. Я, правда, не знаю, существует такое или нет, ВАЗ. Но идея интересная, потому что нам не придется ходить к оперативной памяти, это долго. Мы можем придумать архитектуру, в которой операция пуш и операция помп будут реализованы аппаратно. То есть будет специальный отдельный регистр под названием стэк-поинтер и специальные инструкции, которые будут одновременно снимать, ну, автомарные инструкции снятия и положения на стэк. Значит, что такое снятие со стэка, напоминаю, это значит взять адрес, который у нас лежит в регистре стэк-поинтер, сходить в память, забрать оттуда значение и изменить наш стэк-поинтер на размер вот этой ячейки, ну, на 4 в нашем случае. В некоторых архитектурах, например, все в той же PDP-11, есть еще аппаратное автоматическое увеличение или уменьшение значения. То есть мы, а, ну, это то же самое, да, извините. Просто в PDP-11 можно любой регистр таким образом. Вы можете обращение к регистру, косвенную адресацию, сопроводить автоматическим уменьшением или увеличением этого адреса. Надо понимать, что это явный принцип того, что мы назвали Complex Instruction Center Computing, CISC. Потому что мы делаем две операции. Две операции. Операция работы с памятью и операция с, арифмическая операция с регистром. Как бы одновременно одной инструкцией. Поскольку это может привести к тому, что выполнение такой операции будет долгим, ну, как долгим, не сможет быть выполнено за один раз, то в архитектурах риск такой штуки не делается. И, скорее всего, в архитектуре риск будет стэк программный. Хотя есть варианты. Если мы сильно усложним архитектуру, мы можем, наверное, предусмотреть специальные дополнительные альфметические модули, которые занимаются автовувеличением стэка. Вот это все. Ну, опять-таки, мы понимаем, что мы всегда используем косвенную адресацию. Мы смотрим адрес, который лежит в регистре. А в некоторых случаях мы даже можем захотеть двойную косвенную адресацию. посмотреть адрес, который лежит в регистре, и посмотреть, что лежит по тому адресу, по которому мы посмотрели. Но это уже тонкость. Как это реализованы в MIPS, эти требования? У нас есть регистр, кажется, номер 30... Кажется, номер 30? Нет, номер 29. Вот он. Который называется StackPointer. Вообще говоря, это регистр общего назначения. Мы можем его использовать, ну, если бы мы не соблюдали конвенции, мы бы регистр 29 могли использовать, как хотели. Почему? Потому что никакой аппаратной поддержки стэка в MIPS нет. Нет таких инструкций, которые бы брали и модифицировали регистр SP. Вот инструкции, которые модифицируют регистр RA, у нас есть. Это инструкция JapanLink. И в этом смысле регистр RA специальный. Инструкций, которые отдельно модифицируют регистр StackPointer у нас нет. Так что использование 29 регистра для наших дел – это просто договоренность такая. память для стэка используется самая обычная, та память в той модели памяти, которую мы с вами вот смотрели. То есть никакой специальной памяти для стэка нет. Правда. Она специальная в том смысле, что у вас изначально стэк-поинтер равен вот такому числу. Нет, вот такому вот числу. Вот, смотрите. Такое прихотливое число. 7, 3F, ну, вернее, FFF, EFFF, C. Вот такое прихотливое число. Откуда оно берется? Вот это последний доступный адрес программы, запущенный в режиме пользователя. Дальше начинается то, что называется kernel space. Да? Пространство памяти ядра. Первые 2 гигабайта пространства памяти пользователя, вторые 2 гигабайта пространства памяти ядра. В 32-разрядном MIP-се больше 2 гигабайта вы все равно адресовать не можете. 4. Вот. То есть фактически стэк начинается с самого верха. Но, чтобы ситуация переполнения стэка не приводила сразу к исключению, если мы, допустим, добавим еще 4, то мы получим адрес, который начинается уже на восьмерку, а это kernel space, это значит, что польская программа туда ходить не может, и попытка туда сходить приведет к исключению. Добавлен небольшой буфер вот такого размера, большой, кстати. Да? Который используется не знаю даже для чего. И изначально, когда мы запускаем программу, стэкпоинтер у нас равен именно вот этому числу, что можно пронаблюдать, скажем, в Марсе. Вот оно, это число. Эти конвенции поддерживаются в том числе и отчасти аппаратно, потому что вот это число EFFC, по крайней мере, когда мы запускаем программу в Марсе, сразу содержится в стэкпоинтере. Это не мы его туда кладем, это нам туда его кладет железяка. Мы запускаем программу, а в SP у нас лежит уже вот это. В разных реализациях MIPS это может быть по-разному. Есть такие реализации, где вот такую инициализацию мы должны делать сами. То есть мы должны сами положить в SP какое-то значение, и это будет наш стэкпоинтер. Но в случае Марса все просто. Стэк растет сверху вниз. Понятно, что поскольку вершина стэка у нас, не вершина стэка, а дно стэка у нас самая большая доступная область в памяти, то понятное дело, что дно сверху, а горло снизу. И мы его, стэк растет вот так. Вот. И растет он вплоть до адреса, который, вплоть до адреса 1400, который, согласно той модели памяти, о которой мы говорили, содержит внутри, не содержит для себя, а является началом так называемой кучи. Куча это просто область временных данных. Никакой проверки, что стэк у вас залез на кучу, если вы эту кучу чем-то набили, аппаратно не делается. Сами проверяйте. Или пишите специальные процедуры, которые это проверяют. То есть у вас вполне может случиться так, что вы заказали много-много памяти на куче, заказали много-много памяти в стэке, и они встретились. Вот. Но формально говоря, стэк не может залезать ниже, чем вот эта штука по договоренности. Потому что кучу его может просто не использовать. И это, повторяю, что-то в районе 2 гигабайтов без малого. Соврал. Ну, да, да. Так что, может быть, и не страшно. Не напишем мы такую программу, чтобы там было 2 гигабайт памяти. Кстати сказать, в Марсе все несколько... Ну, там некоторое мелкое читерство применено. Марс не занимает 2 гигабайта. Довольно большое пространство между вот этим и вот этим, в случае Марса, вы туда просто полезть не можете. У вас в памяти есть как бы большая дырища. При попытке обращения к адресу... Помните, у нас на одной из лекций это было? Я поставил там адрес какой-то довольно большой, типа 12400 или 1200400. И попытка туда записать возникло исключение, потому что это дыра в память. Кстати сказать, либо в конце этого модуля, либо в конце... В начале следующего мы как раз про дыры в памяти и поговорим. Откуда у вашей программы 2 гигабайта? А вдруг у вас всего гигабайт оперативной памяти? Почему у вас тут 2? Вот. Но это не сейчас. Сейчас будем считать, что они есть, эти 2 гигабайта. Вот. Значит, соответственно, push-pump в MIPSE не атомарный. Операция push состоит в том, и это наш, скажем так, наша договоренность такая. Операция push состоит в том, что мы сначала вычитаем из стекпойнтера 4, переставляем... Да, а потом кладем в это место наше значение. Операция pop будет состоит в том, что мы сначала забираем из стека значение, а потом добавляем 4 в стекпойнтер. Вот. Это такая договоренность. Мы могли вот это сначала и потом поменять местами. Ну, например, сначала кладем, потом увеличиваем, и сначала уменьшаем, сначала кладем, потом уменьшаем, или сначала увеличиваем, потом снимаем. Но. Вопрос удобства. Вот эта конвенция приводит к тому, что по адресу вот этому 7FFF.EFFC никогда не лежит ничего путного. Потому что мы сначала изменяем стекпойнтер, а потом туда что-то кладем. А вот обратная конвенция, если бы мы сначала клали, потом изменяли, привело бы к тому, что по адресу, на который указывает стекпойнтер, тоже никогда не лежит ничего путного. То есть содержимое $SP по адресу, это всегда пустое место. То место, куда мы собираемся что-то класть. Вот и думайте, как вам удобнее. Мне удобнее так. Мне удобнее, когда мы жертвуем одну ячейку, но зато по $SP у нас лежит последнее засунтое в стек значение. Вот операция подглядеть в стек, при этом слегка упрощается. Вот пример всевозможных команд работы со стеком. Не знаю, имеет ли смысл их сейчас копипастить в марсик и выполнять, потому что мы увидим все то же самое. Ну, возможно, мы увидим изменение SP, но мы и так его видим. Вот оно. А, мы увидим изменение сейчас. Имеет смысл это копипастить в марсик, мы увидим, как в память пишется. А, так не работает. Вот. Я здесь специально вставил... Я не знаю, зачем я здесь специально вставил табуляцию. Выглядит это слегка неудобно. Ну, ладно, пускай будет табуляция. Вот. Давайте мы его куда-нибудь сохраним. Назовем это стек. Вот. И давайте его скомпилируем. Значит, смотрите. Вот тут уже плохо видно. Ну, собственно, что видеть? Давайте сначала проглядим глазками, что делает эта программа, а потом просто убедимся, что там изменяется... Происходит запись в памяти. Кладем в регистр T1 какое-то число. Выполняем push. Сначала изменяем стекпоинтер, а потом записываем число из T1 в тот адрес памяти, на который указывается стекпоинтер. Кладем в регистр T2 еще какое-нибудь число. В данном случае мы прибавляем соточку к T1. Дальше. Делаем push. Изменяем стекпоинтер, уменьшаем его на 4. И кладем в адрес памяти, на который теперь указывает стекпоинтер, T2. Теперь пришла пора почитать. Вот мы в T3 кладем то, на что сейчас указывается стекпоинтер. Там должно быть 223, если не изменяет память. На T4 мы кладем, посмотрите, какая штука. Что это за место в памяти? Что? Вот куда мы сейчас ходим? стекпоинтер со смещением 4. Что это за место в памяти? Да. Это предыдущее положенное значение. Помните, стек растет вниз. Значит, если мы прибавляем 4 к тому адресу, на который указывается стекпоинтер, значит, это предыдущее положенное на стек значение. Почему, когда вы делаете push, пишите минус 4, а то, ну, половину, половину 4? Потому что для того, чтобы что-то добавить стек, надо сначала увеличить, ну, в смысле, уменьшить адрес, передвинуть чуть пониже и туда положить. А для того, чтобы взять, надо сначала оттуда взять, а потом вернуть на место. Собственно, в этом смысл засунул вы. Вот. Так вот, значит, это у нас последнее положенное на стек значение, а это предпоследнее, потому что после того, как мы его туда положили, мы еще вышли 4, да? Вот. Дальше мы их типа что-то сделали, а мы их поскладывали. Вот. Никуда, правда, это дальше не идет. У нас 4 лежит, ну и лежит. Еще раз повторяю, это абсолютно бессмысленный код, просто для того, чтобы посмотреть, как это делается. Вот это, пожалуй, довольно важная штука, что мы очень легко можем иметь доступ к содержимому стека, не к его вершине, а к произвольному месту, если используем фиксированное смещение. Вот. Обращаю ваше внимание также еще и на то, да, вот это поп, да? Мы, значит, сначала забираем значение, а потом изменяем на 4, поднимаем стек. Да. Это опять пуш, неизвестно почему. Обращаю ваше внимание на то, что ни одна из этих инструкций не является псевдоинструкцией. То есть это в смысле плотности трансляции очень эффективный код. Видите? Обращение, работа со стеком, внезапно, в отличие, скажем, от непосредственной работы с памятью, с произвольными адресами, работа со стеком внезапно оказывается очень плотно упакованной в нашем коде, и вот прям вот все, все. Значит, теперь давайте посмотрим вот что. Мы здесь вот возьмем и... А как посмотреть стек-поинтер? Нико. Интересно. Ну ладно, давайте сначала выполним, потом посмотрим, что произойдет. Вот мы взяли первую инструкцию. Я знаю, как посмотреть стек-поинтер, но это некоторое извращение. Вот мы начали изменять, начали ее засовывать в стек. Добавили туда, к стек-поинтеру минус 4, то бишь она теперь указывается чуть ниже. И сейчас мы положим туда наши 123. Положили мы туда наши 123. А, вот, смотрите, нам добрый Марс автоматически, смотрите сюда, добрый Марс автоматически в разделе дата-сегмент автоматически переключился на просмотр того места, куда мы кладем наше значение. Вот оно. Давайте я покажу вот так вот. Да? Ну, здесь раньше было... Раньше здесь была дата, а теперь, видите, написано current SP. У нас показывает содержимое памяти с того места, на которое указывает стек-поинтер. А именно 7FFF, E, F, E и, видимо, C. Нет, не C, E. Давайте посмотрим. F8, конечно, что отнесу. Из 10 вышли 4, из 12 вышли 4, получили 8. Значит, F8. Да? Давайте следующую инструкцию выполним. Вот мы положили опять в регистр T1, там сформировалось 223, потому что мы соточку прибавили. Сейчас мы опять положим на стек. Что значит положить на стек? Еще раз уменьшить стек-поинтер, он теперь указывает на E... EFFF4, то есть вот сюда. Нет, вот сюда, извините. Он вниз растет. Вот. И сейчас мы в это место положим нашу соточку. Нет, все-таки сюда, я соврал. Вниз там. Вверх там, низ там. Застрелиться. В сторону уменьшения адресов. Вот. Чтобы не говорить про верх и низ. Вот мы опять туда что-то положили. Да? Значит, раньше стек-поинтер указывал сюда, после первого покладания он указывает сюда, после второго вот сюда. Дальше мы сейчас что-нибудь забирать оттуда будем. Для этого мы что должны сделать? Мы... А, вот мы смотрите, мы смотрим и прямо забираем с адреса стек-поинтер, то есть отсюда, но плюс 4. То есть мы сейчас 123 прочтем в четвертый регистр. Вот мы прошли 123 в четвертый регистр. Еще раз, стек-поинтер указывает сюда. Здесь смещение было 4, значит, брать мы будем с адреса плюс 4, то есть вот отсюда. Вот. А теперь там исполняется POP. POP, это значит, мы забираем со стека текущее значение, кладем его, видимо, в Т0. Вот оно, 223 в Т0. А стек-поинтер сейчас у нас уменьшится, увеличится, то есть он приблизится к своему началу на 4. Вот. Переключился. Обратите внимание на то, и это важно, что память не изменилась от того, что мы делаем POP, вот это число никуда не пропало. Ну и действительно, откуда ему? Что значит пропало? Мы же не писали туда 0. Мы просто уменьшили стек-поинтер, увеличили. Мы просто увеличили стек-поинтер. Стек-поинтер опять указывает на FFF8. Вот это место содержит наше число 223, но оно никому не нужно. Если мы захотим туда снова что-то положить, то оно затрется. Собственно, ради этого в этой программе еще один POP сделан. Итак, мы сделали POP. У нас стек-поинтер теперь указывает вот сюда, на FFF8. Вот. И если сейчас мы положим что-то обратно в стек, то вот это свободное место затрется новым значением. То, что там раньше лежал не 0, а какой-то там 223, не волнует никого. Мы только что выполнили операцию POP и сказали, это значение в стеке нам не нужно, стек указывает вот сюда. Вот мы сейчас эту операцию выполним. Снова пуш, снова понизили стек, увеличили его. И вот мы записали туда в данном случае 0. Потому что здесь написано записать 0. И в результате вот то 223, которое там лежало, затерлось ноликом, потому что на этот раз операция PUSH была с нулем, и этот 0 положился в свободное место на стеке, на его вершину. Такие дела. Значит, вопросы, пожалуйста. И это все надо переварить, пока вопросов нет. Переваривать. Что мы, собственно, какую задачу мы, собственно, в результате решили? А, нет, замечание. Ну, во-первых, для того, чтобы прочесть не вершину стека, а какой-то n на его элемент, мы просто берем, умножаем n на 4, делаем такой offset, и с таким offset'ом ходим по этому самому стекпоинтеру. Вот так, как мы это сделали здесь. Это будет первый элемент, а не нулевой. А если хотим десятый, то тут бы стояло 40. Наверное, 40. Вот. Как только что мы посмотрели, нет никакого автоматической зачистки стека. Вот тот мусор, который там лежал, в этой памяти, предназначенной для стека, он там продолжает лежать. Если мы внезапно оттуда что-то прочтем, мы даже можем прочесть предыдущее значение, которое оставили там предыдущее поколение. Да, и повторяю, плотность компиляции этой штуки очень высокая. Ни одной из этих операций не являлась псевдоинструкцией. Как только у нас меняется значение стекпоинтера, у нас меняется наше понимание того, в каком месте относительно вершины стека, какое значение лежит. Смотрите, вот здесь вот у нас на вершине стека лежало 123, вот здесь вот после очередного пуша у нас на вершине стека стало лежать 223, а 123 стало лежать со смещением 4. То есть мы не можем навсегда запомнить вот эти смещения и сказать, так, по смещению 0 у нас лежит там одно число, по смещению 4 другой, по смещению 8 третий. Как только мы делаем пуш, Относительная адресация Относительного вершинства стэка тоже съезжает Вот Ну, казалось бы, очень удобно сделать так Давайте договоримся, что в нашей функции Три переменных, да, одна лежит по смещению 0 Другая 4, третья 8 Но нет Как только мы что-то добавляем в стэк Эти смещения все едут И это надо всегда помнить Когда вы написали код и написали здесь 4 Всегда проверяйте себя А чему равен sp в этот момент Не добавили вы туда еще одно Какое-то дополнительное значение И не поехала ли вся ваша относительная адресация Такие дела Такое глубокомысленное замечание Не знаю, насколько оно к месту, но тем не менее Смотрите, когда мы пользуемся В обычной программе метками Мы говорим, вот у нас по адресу a Лежит переменная a И там по метке a лежит нечто Что мы считаем переменной a По метке b лежит нечто Что считаем переменной b и так далее Когда мы используем стэк Вместо меток у нас числа Вот те самые, которые едут Мы не можем взять и Пока не умеем Не можем взять и написать здесь какое-то a Нет, нам нужно писать число Да, там в стэке со смещением 4 лежит Такое-то значение В стэке со смещением 8 секует Это усложняет программирование Нам приходится каждый раз помнить, где что лежит Вот И да, стэк это такая структура памяти Которую мы можем случайно изгадить Взять, положить туда какой-нибудь мусор А потом начать его оттуда читать Вот Что еще хуже Мы можем положить туда адрес возврата Потом затереть его мусором Потом прочесть его как адрес возврата И поперейти на адрес мусора Вот На мусорный адрес Об этом мы сейчас поговорим Короче говоря Стэк это штука чувствительная к порче Приполнению, недополнению Затиранию фигней Будьте аккуратнее Решаем задачу Последовательного и рекурсивного вызова Для того, чтобы Функция могла вызывать Какую-то другую функцию Или себя Она должна сделать одну единственную вещь Нет Чтобы функция могла вызывать другую функцию Она должна сделать одну единственную вещь Она должна сохранить адрес ra где-то А потом его вспомнить Где? Разумеется на стэке Где же еще? Вот так это делается Push ra фактически здесь написано Прежде чем делать что-то Мы сохраняем на стэке адрес a Еще функция должна сохранить на стэке Все регистры типа s Вот Если она собирается их использовать Вот тут я собираюсь использовать s0 Значит Я должен сохранить s0 на стэке А потом где-нибудь его в конце вспомнить А в конце Я буду их вспоминать Сначала я вытащу из стэка s0 Потом я вытащу из стэка ra И в этот момент в ra Внезапно окажется адрес возврата Правильный, хороший, годный После чего я сделаю grra Поскольку у нас время сильно поджимает Давайте сразу задавайте вопросы Это разговор об универсальных подпрограммах В которых мы можем вызывать отсюда Следующую подпрограмму Вот видите Да Я могу отсюда вызвать следующую подпрограмму Кстати, эту подпрограмму вычисляет Немного, немало факториал Было бы время, показал бы Вот Значит Я отсюда могу Вызывать следующую подпрограмму Потому что Все, что я мог испортить Я запас Я запас ra И теперь я могу сделать jump and link И я запас sp Госпо, sp Этот самый S0 Да И поэтому Я могу S0 использовать Положить на стек Снять со стека Вот и все решение Для того, чтобы функция могла вызывать себя рекурсивно саму То же самое мы должны делать со всеми данными Которые мы используем в функции Все данные, которые мы используем в функции Должны быть размещены исключительно на стеке Мы не можем обращаться к глобальным каким-то переменам То есть можем Но должны быть готовы, что одна функция изменит глобальный адрес Другая функция изменит то же самое место Если мы этого хотим, то да Но все, что мы используем внутри нашей функции Должно быть размещено исключительно на стеке Вот как здесь Опять-таки Это функция факториала, которая Использует Использует S0 в качестве счетчика И там что-то домножает Как полагается факториалу И внезапно мы приезжаем к Это последнее, чего я успею за сегодня рассказать К конвенции, которая состоит аж из 11 пунктов Ну из 10 на самом деле Это примитивнейшая, очень простая конвенция Несравнимая с тем, что бывает в реал лайфе В реал лайфе, я говорю, там десятки, если не сотни требований должны выполняться Сначала все как было А используется для параметров Для вызова используется jump and link Запрещено вносить модификации в стек Выше того места, с которым он к нам приехал То есть залезать в предыдущие данные От вызовов предыдущих функций Которые вызвали нас Конвенция говорит о том Стек используйте как хотите Но не забирайтесь выше, чем то место, которое вам выдали Потому что там лежат адреса возврата И локальные переменные тех функций, которые вас вызвали Адрес возврата всегда первым кладется на стек Ну на самом деле первым в эту конвенцию не входит, а в более-более строгую конвенцию входит Мы об этом попробуем поговорить на следующей лекции, если успеем Возвращаемое значение через V0 так уже и было Все регистры типа S кладутся на стек По крайней мере те, которые вы используете Опять же это более строгая конвенция, чем предыдущая В предыдущем было написано Не портите регистры S как хотите Вот как хотите, но не портите Здесь написано просто Хотите использовать регистры S, кладите их на стек А потом вспоминайте Любое пространство данных, которые вы хотите использовать для себя временно Надо размещать на стеке, чтобы потом никакая другая функция к нему доступ не получила А она не получит в силу вот этого правила При выходе надо довести состояние стекпоинтер до исходного Это делается в нашем случае путем адекватного количества операций поп Вот сколько мы сделаем пушей, столько мы сделаем и попов И тогда у нас стек станет равен тому, чему был Тут есть подозрение, что с этим могут возникнуть проблемы, если это количество будет неравным Ну да, но есть технологии, но про них мы поговорим не сегодня Ну и в конце концов при выходе надо восстановить все регистры S и регистры возврата И вернуться через R Вот вам 10 требований примитивнейших к оформлению процедуры Так, у нас время вышло, а я бы хотел еще сказать, ввести три термина Вот, а пример уже показывать, наверное, не буду Значит, термин пролог Это начало нашей подпрограммы, которая выполняет часть вот этих вот конвенциональных действий Прологом является засунуть RA в стек И засунуть вот здесь вот, засунуть S0 в стек Вот это пролог Эпилог Это часть нашей подпрограммы, которая выполняет конвенциальные действия по выходу Эпилогом является засунуть в... Вынуть RA из стека и вынуть S0 из стека Это эпилог В некоторых случаях может еще понадобиться преамбула Преамбула это тот код, который выполняется в основной программе перед вызовом Вот Что-то я здесь не вижу Здесь какая-то фигня А, здесь в примере... Ну, вот хорошо, что я его не показал Здесь в примере... А, вот, смотрите Вот это является преамбулой Смотрите, перед вызовом нашего факториала Он же рекурсивный Перед вызовом нашего факториала мы сами запасаем в стеке наш счетчик, который T0 То есть мы вот в этом случае мы хранили счетчик в S0 И S0 это регистр статический Его обязана наша функция в прологе сохранить И потом восстановить Здесь мы счетчик хранили в T0 T0 регистр динамический В том смысле, что его функция сохранять не обязана Значит, кто его должен сохранять и запоминать? Мы Это значит, что это нужно сделать перед вызовом Вот это преамбула Мы запомнили в стеке значение T0 А после вызова мы его оттуда вспомнили Вот это как называется? Я не знаю Постамбула? Я не знаю Ну, как-то так Все Мы вроде бы поговорили обо всем Значит, вот этот код еще посмотрите Обратите внимание, что функция эта рекурсивная Факториал вызывает сам себя Ничего волшебного в рекурсе нету Вот Значит, и вы просите домашнее задание продлить до сегодняшнего вечера Что? Ну, да Ну, хорошо Или до завтрашнего утра Хорошо? Если есть какие-то вопросы, задавайте их немедленно, а то у нас время кончилось Ну, тогда всем спасибо Спасибо